Добиться побед теперь будет сложнее, так считают родители юных гимнасток юго-западного района. Местные секции предложили съехать из здания на Солнечной 25В. Альтернативу предоставили, но от нее родители спортсменов, мягко говоря, не в восторге. Кадры недавних областных соревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой В конце августа они прошли в первой спортивной школе. Ее представили на турнире более 140 гимнасток. Из них почти 90 стали призерами, еще 20 взошли на высшую ступень пьедестала почета. Но вышло так, что именно с ними руководство первой спортшколы решило расстаться. Со слов родителей юных спортсменок, секции художественной гимнастики предложили съехать из здания на Солнечной 25В. То есть отделение художественной гимнастики в данном здании просто закрывают. Новость для родителей стала полной неожиданностью. Многие в свое время выбрали эту секцию для своих детей из-за того, что она рядом с домом. А теперь им предлагают отвозить детей на другой конец города. Обосновали тем, что набирают новый класс баскетболистов. И девочки, которые занимаются уже давно, уже имеют какие-то успехи, их решили перевезти на Пятницкую. Зал, в котором гимнастки занимались на Солнечной 25В, действительно предназначен для баскетбола. Но до сих пор спортсмены спокойно делили территорию. Кроме того, по высоте он отлично подходит для тренировок с предметами. Мечи, булавы девочки подбрасывают высоко. Родители считают, что в зале спортшколы на Пятницкой 2А полноценно тренироваться невозможно. На Пятницкой 2А зал не соответствует стандартам. Там низкий потолок, там узкий зал. И девочки просто не смогут совершенствовать свое мастерство для того, чтобы достойно выступать на соревнованиях с российского уровня. Там есть еще твои гимнастики. Там места не хватает. Единственное, что нам предложили, что вы будете полчаса заниматься в зале, а остальное время проводить на лестничной площадке, либо в раздевалках. Как вы представляете, дети должны подготовиться к чемпионату России в раздевалке? Родителям обидно, что в том числе их дети достойно представляют регион на всероссийских турнирах по художественной гимнастике. А здесь такое отношение. Считают, проблему можно решить. Было бы и желание у руководства первой спортшколы. После обращения в администрацию, проблему удалось решить лишь частично. Секции выделили два дня в неделю для занятий в здании на Солнечной. Но в такое время, что по факту посещать занятия они смогут лишь один раз на неделе. Смогут ли дети в таких условиях подготовить себя к серьезным турнирам? Маловероятно. Убеждены их родители. Дмитрий Житрачук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давич.